Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Как в погоне за хорошим образованием не упустить воспитание детей? Правильно поставлен вопрос. Если этим не озаботиться, понадеявшись, что получивший образование современное, получил и достойное воспитание, напрасно может на это уповать и окажется крайне разочарованным, что вместе с дипломом, быть может и красным, появится в взрослой жизни совсем невоспитанное дитя, которое очень огорчит родителей, в чем большая горесть, может быть самая большая горесть родительской участи, видеть огорчение, видеть неисполнение своих чаяний, воспитать доброго христианина, достойного благородного члена общества, полезного для него, а человека со сметенными понятиями, с отсутствием мира в душе, с эгоизмом, торжествующим во всех обстоятельствах, приводящим самого человека к крайне печальным последствиям самоугождения. И это будет вопреки ожиданиям добрых плодов от образовательного процесса. Приходится признать, что в наше время светское образование лишено воспитательного содержания, не имеет этого приоритета, тогда как именно воспитание и составляет всю суть и основание, и опору образовательного процесса и ведет к добрым результатам получения знаний. Сейчас под такие задачи не ставятся ни среднему, ни высшему образованию по простой причине отсутствия сформулированных общечеловеческих ценностей, превышающих меркантильный. Всем охота жить не бедно, всем охота получать приличную зарплату, трудясь без изнеможения, всем охота хорошо отдыхать на волне своих производственных достижений и хороших возможностей в отношении автотранспорта. Эти общие ориентиры никак не могут быть удовлетворительными для дела национального самосознания, для воспитания людей в духе и истине, для организации нашего народа в действительно христианское спасающееся сообщество. В этом отношении образовательный процесс уже много десятилетий в нашем Отечестве самоустранен от решения этой задачи, хотя самое время, как раз когда стриженные головы деток можно наблюдать встроенными рядами сидящими за партами, когда студенты, хошь не хошь, а ради стипендии, ради получения диплома посещают собрания, там, где им преподаются науки, как раз науки духовного содержания, науки, ориентирующие душу по законам вечности, по законам православия, вовсе отсутствуют в нашем учебном процессе. Потому надлежит и не уклоняться от светских наук, но и твердо для себя знать, если ты в своем домашнем училище благочестия не потрудишься над воспитанием тех самых ценностных ориентиров, тех самых состояний души благородных, молитвенных, покаянных, жертвенных в отношении ближних, то ниоткуда они не возьмутся. Как пишет Борис Пастернак, и нечего хлопать глазами, когда все вокруг сожжено. Это он, правда, пишет красиво о покройте вдруг всей земли белоснежным покровом, и как будто ничего не осталось из того, что раньше землю эту населяло, все покрыто белым саваном. Так и упущенное время воспитания, благочестия, время учебных процессов, которые по преимуществу присущи молодым людям, крайне трудно восполнить потом, когда сокрушенные о своих непутевых чадах родители обивают пороги храма и задают свои вопросы духовенству. Где же мое долгожданное утешение? Почему так больно и страшно и горько за детей, которым образование их, которые с большим усердием родители заботились дать детям посредством светских школ, вузов, оно не привело в совершенство воспитываемого ребенка. Оно и не было на это настроено, оно этого и не обещало. Оно этого и не имело, и не имеет, и будет ли иметь? Большой вопрос. Остается не проявлять нерадение до тех пор, пока еще есть возможность влияния родителя на растущее дитя, начиная с самых молодых лет. Надлежит всяко в доме собственном это училище благочестия устанавливать и молитвенными порядками, и всяким почтением к церковному кругу, чину, традиции, надлежит пользоваться храмами Божьими, по милости Божьей, открытыми, где опыт благочестия, опыт приобщения к самому Господу, к благодати Его, к тем ценностям, которые для нас Господь установил на земле ради приобретения Небесного Царствия, преподавалось бы во всей силе и полноте. Это само собой не бывает. Само собой приобрести начальные знания по вероучительным направлениям из интернета никогда не получится. И хоть современные священники и не пренебрегают возможностью и в интернет-пространстве свидетельствовать о Господе, наставлять истине, обучать чувства высокому и прекрасному, но по сравнению с общим гулом современного беспутного обучения, который всячески сбивает с доброго пути душу, крайне сложно. Этот контент благочестивый может быть и очень полезен для тех, кто уже сознательно встает на путь собственного спасения и ищет его, и прилепляется к нему, и на просторах интернета. Но для неопределившегося еще юнца предположить, по какой логике, с какого, как говорят, испуга станет он более интересоваться ответами на вопросы в библейском портале «Экзегет», чем тысячами предложений оттянуться с друзьями, погрузиться в нирвану, насладиться блаженством неземным в ночном клубе, все это будет, несомненно, гораздо активней влиять на его душу, которая не тряпка, которая не адамант, которая как губка впитывает то, что преимущественно окружает ее и предлагает оказываться в этом собственно манящем и околдовывающем круге развлечений, расположений, целей жизни, которые на самом деле не могут, конечно, не напитать бессмертную душу, не поддержать ее. Потому до тех пор, пока есть еще какие остатки влияния и власти, и сила примера в собственных домах, с первых мгновений сознания в растущем ребенке надлежит при всяком усердии к получению образования и профессионального, какого, в том числе, тем не менее, заботу о привитии душе навыков благочестия оставлять для себя первостепенной. Тогда и плоды этого труда непременно явятся в свое время, и в собственных детях мы обретем опору и духовную, и материальную, обретем в созерцании их жизни, радости, великой утешения к старости. Дорогие друзья, чтобы лучше узнать священное писание Нового Завета, на сайте Экзегет размещена викторина в аудиоформате. Отвечая на вопросы, поставленные в ней, интересные и увлекательно, вы сможете стать гораздо ближе к словам, к содержанию Священного Писания, к радости вашей душевной. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok